Добрый день, это Юлия Латынина, но это не код доступа, это просто Латынина ТВ. Подписывайтесь на нас и ставьте лайки, и мы сегодня поговорим о заключительном сезоне Игры Престолов. Поэтому, кто его не смотрел, тот пусть не слушает, потому что будем мы говорить исключительно о спойлерах. Будем мы говорить исключительно о том, что страшно обиделись зрители. Большинство после конца последнего сезона закричали, как так, нас надули, нам обещали волшебную сказку. В ней сказочная принцесса Дейенерис Таргериан со своими драконами должна была уничтожить короля ночи, покончить с тиранией Серсей и выйти замуж за прекрасного принца Джону Сноу. И вот нас постыдно надули, сказочная красавица обернулась кровавым диктатором, который на руинах, уничтоженной им столицей Вестероса, обещает освободить все остальные земли мира, так же, как она освободила столицу. А прекрасный принц всаживает ей кинжал в бук, превратившись из влюбленного в нового Брута. И это после того, как они спасли мир от короля ночи. Вот просто обман, грабеж и преступление против голливудского хэппи-энда. И я возражу, что это абсолютно гениальная концовка, абсолютно гениального текста. И что роман Джорджа Мартина, это, конечно, совершенно эпохальный текст, что странно говорить о романе, который еще не дописан, потому что предпоследнюю его книгу, The Wind the Winter, Джордж Мартин пишет уже восемь лет, по состоянию на сегодня обещает ее закончить в июле 2020 года. Сериал убежал далеко вперед. Как мы знаем, не всегда следуют книги. Очень часто сериал использует голливудские штампы ровно там, где Мартин их отвергает. Но в данном случае, в случае с концовкой, нет никакого сомнения, что, конечно, это та концовка в более или менее том виде, в котором замышлял Мартин, совершенно принципиальная. И книга Мартина в этом смысле гениальна по нескольким причинам. Для начала она заставляет нас пересмотреть привычный школьный взгляд на то, что такое феодализм. Вот для современного обывателя это, как правило, какое-то темное прошлое человечество, во время которого знатные лорды занимались разными дурацкими рыцарскими турнирами, устраивали постоянные гражданские войны, грабили простой народ. На самом деле феодализм – это корни, из которых выросла нынешняя свобода Запада. Вот та самая пресловутая хартия вольностей, на которую так любят ссылаться люди, ее не читавшие, вовсе не гарантировала права и свободы граждан. Она гарантировала именно права и свободы знати, вплоть до права восставать против своего короля, ежели он эти свободы нарушит. Свобода не дарована была в Европе всем и сразу. Она сначала была у знати. И все автократы, приходившие к власти в Европе, будь то монархи времен абсолютизма или тираны в итальянских городах XV века, они приходили к власти совершенно одинаково. Они апеллировали к толпе поверх знати и обещали толпе освободить ее от тирании знати. «Игра престолов» – это, помимо всего прочего, скрытая полемика с двумя очень известными памятниками литературы. Во-первых, с историческими хрониками Шекспира, и другой – это Дон Кихот Сервантеса. Из стратегических хроники Шекспира, напомню, описывают в сущности ту же самую войну, которую описывает «Игра престолов», а именно войну Ланкастеров и Йорков за королевский престол Англии. И описывают Шекспир ее с позицией того, что можно назвать тюдоровским реализмом, по аналогии с социалистическим реализмом. А главная мысль Шекспира очень проста. Жили-были могущественные знатные лорды со своими частными армиями, они всегда терзали английскую землю, однажды они убили законного короля, после этого они 30 лет взаимно истребляли друг друга, пока не началось 30 лет смуты, пока не пришел новый король и не укоротил всех лордов. И вот очень интересно, что недавние книги о войне Рос, например, «The War of the Roses» Дэна Джонса, они, собственно, находятся под влиянием «Игры престолов», уникальный случай, когда исторические книги находятся под влиянием книги художественной. Впрочем, точно так же отечественная литература об отечественной войне находится под сильным влиянием войны и мира. И вот во многом эти новые книги описывают всю ситуацию ровно наоборот. Они говорят, жили-были могущественные знатные лорды, чьи частные армии были гарантией английской свободы. Однажды эти лорды убили короля, потому что он стал тираном и перешел все грани, как, собственно, это сделал сумасшедший король Эрис. После этого лорды воевали 30 лет. Во время этой войны они истребили друг друга. На пепелище пришел король, сын которого стал тираном, рубил головы своим женам и чуть не уничтожил свободу Англии. Вообще, собственно, разница между европейскими странами, Англии с одной стороны и Испании, и Франции с другой, как раз заключается в том, что Испания и Франция во время абсолютизма утратили свою феодальную свободу, а Англия сумела ее начатки сохранить и передать дальше парламенту, славной революции и, в конце концов, американским колониям. И вторая книга, с которой полемизирует «Игра престолов», это «Дон Кихот» Сервантеса, потому что «Дон Кихот» был написан тогда, когда рыцарская эпоха, благодаря изобнетению грестрельного оружия и новым, собственно, временам абсолютизма превратилась в гниющий труп, и «Дон Кихот» высмеивает рыцарей с их смешным кодексом чести. Но фишка-то в том, что рыцарский кодекс, вот смешной и нелепой он действительно существовал. Европа действительно по нему жила в XII-XIII веке. И в рамках этого кодекса рыцари действительно, под честное слово, отпускали из плена, чтобы они смогли собрать себе выкуп. В рамках этого кодекса война превратилась в рыцарский турнир, а турнир превратился в войну. И это взаимное уважение противника к противнику, которая, та самая пресловутая рыцарская честь, не часто имеет параллели в других эпохах, и, конечно, не имела, например, параллели на Востоке, где пригласить противника на свадьбу и убить считалось верхом государственной мудрости. Другое дело, что рыцарская честь соблюдалась только между равными, и победитель принимал побежденного в своем замке, прислуживал ему на перу, но тот же самый победитель уничтожал крестьян противника и считал это чем-то вроде экономических санкций. Вообще знатные герои Мартина тем и зачаровывают нас, что они обладают гораздо большим количеством степеней свободы, чем человек почти в любом другом обществе, начиная от Рима и Китая и кончая современностью. И, собственно, мне было очень интересно, как Джордж Мартин примерит это очевидное противоречие воспевания права феодала Вестереса на восстание со всеми ужасами, сопутствующими этому восстанию, со сказочной историей Дейнерис Таргериан, матью драконов, разбивательницей цепей, чья военная карьера, заметим, проходила в основном на Востоке и заключалась в распятии рабовладельцев и командовании дикими датракийцами. И, конечно, три вещи в финале Игры Престолов оскорбили нынешнюю париколектную публику. Одна, конечно, это поражение феминизма. Фанатки Метту страшно радовались, что в середине сериала женщин стало все больше. Они стали играть все более важную роль. Королева Серсей, Мелисандра, Леди Олена, Леди Мормонт, Яра Аша, Бриены Старта, сама Дейнерис. И вот женщин поубивали, и в заключении сериала в Королевском Совете, как пожаловался один разъяренный рецензент, опять сидят белые самцы, white males. А где же датракийцы? А где же непорочные с их симпатичным чернокожим генералом по имени Серый Червь? Какая неполиткорректность? Ну, простите, другого и быть не может, потому что женщина в Средневековье могла сделать карьеру в качестве матери, дочери, пророчицы или жены. Или если она отрекалась от своего пола и становилась воином. Примеры последнего были. Например, супруга Роберта Грискара, Сихильгаита, умела сражаться не хуже любого рыцаря и даже выиграла битву при Дерахии в 1881 году. Но, конечно, она была такая же белая ворона, как Бриены Старта. В целом женщины становились вождями, когда перебили всех мужиков, что, собственно, и произошло в Игрек-престоле к пятому-шестому сезону. Нет никаких оснований к тому, чтобы после того, как война закончилась, в мирное время знатные дома в Королевском совете были представлены женщинами. Вторая вещь была, конечно, поражение передовой идеологии, поражение идеи сломать колесо. Левая часть американской публики воспринимала Дейенерис как свою. Она была почти что Александрея Аказия Кортес, Берни Сандер с юбки, мать драконов, разбивательница цепей. Вокруг нее были не только белые самцы, а чернокожие полководцы, дикие дотракийцы. Ее советницей была прекрасная чернокожая девушка. Она обещала сломать колесо. Она отменила рабство в Мейрине и вот-вот должна была отменить прогливший феодализм в Вестеросе, которым правили белые самцы с их устаревшими понятиями о мужской чести. И вдруг Дейенерис на наших глазах превратилась в тирана, который в припадке бешенства уничтожает сдавшийся город огнем и на покрытых пеплом развалинах обещает освобождение остального мира. Вот этот прекрасный кадр Дейенерис, за спиной которой вздымаются крылья дракона, конечно, войдет в учебники истории. И не то чтобы намеки на то, что произойдет, не были рассыпаны и в фильме, и в книге, потому что книги Джорджа Марсина – это вообще книги о том, как перерождаются персонажи. Как романтичная дурочка Санса Старк превращается в блистательную интриганку, как Брэндон Старк превращается из озорного мальчишки в калеку и дальше в троеглазого ворона, как Джейми Ланнестер превращается из самодовольного фата, спящего собственной сестрой, в глубоко трагичного и обреченного героя. Но как-то мы не ожидали, что это беспощадное перерождение коснется главной героини. Точнее, мы думали, что вот она переродится из робкой девочки в матерь драконов, но не ожидали, что дальше все пойдет наперекосяк. При этом заметим, что все намеки были аккуратно разбросаны в тексте. Казнь сотни с лишним представителей знати Мейрина. Полный отказ прислуживаться к аргументам бывших рабовладельцев. Ну как же, они же рабовладельцы, они же козлы, что с ними считаться? Убийство дотракийских вождей. Казнь Рэндала Тарли вместе с сыном за отказ подчиниться. И каждый раз читатель, увлеченный благородной миссией Дейенерис, пропускал это мимо ушей, на войне как на войне, царь оправдывает средства. Мы, по крайней мере я, даже пропустили такой точный сюжетный намек, как сообщение о том, что сумасшедший король Эрис в свое время заложил под здание столицы тайники с диким огнем, потому что, ну знаете, это очевидно, если эти тайники до сих пор лежат, и в первом акте, если под зданиями лежит зеленый огонь, значит в последнем акте, как то самое ружье, все обязательно взорвется. И большинство зрителей, вероятно, насторожились всерьез только тогда, когда Дейенерис, когда она узнала, что Джон Сноу тоже Таргериан, и вместо того, чтобы обрадоваться, ведь они теперь могут пожениться и вместе править Вестеросом, она вдруг возревновала за свою власть, приказала ему хранить свое происхождение в тайне, и вот тогда понемногу стало становиться понятным, что она больна властью, что находиться рядом с ней так же опасно и так же непредсказуемо, как рядом со Сталином или с Гитлером. И мы тут вспомнили, что самые чудовищные тират диктаторы в истории были не те, которые обещали поработить народы, а наоборот, ровно те, которые обещали сломать колесо. Мы вдруг увидели, как на самом деле выглядит Орда Датракийцев, когда она добирается до городов Вестероса. И вот американским левакам, которые сейчас сами пытаются сломать колесо с самыми добрыми намерениями, вряд ли понравилось такое сравнение. Ну, конечно, третий, самый непростительный грех этого финала был тот, что он нарушил все традиции сказки греческого романа и голливудского фильма. Но мы же все понимали, что в финале Дейенерис и Джон должны пожениться. Мы же все догадывались, кто помнее пораньше, кто поглупее попозже, что Джон Сноу на самом деле есть законный потомок Таргериенов. Мы все с трепетом ждали, когда они наконец встретятся, полюбят друг друга, поженятся и вместе спасут мир. И они же действительно любили друг друга. И они же действительно были герои и спасители мира от короля ночи, от абсолютного зла. А на самом деле это очень тонкий момент. Джордж Мартин, в отличие от всей западной литературы, очень скептически относится к страстной любви. Заметим, что в его книге прочными оказываются только те браки, которые основаны не на любви. Например, брак Кэтлин Старк. Абсолютно все случаи, когда кто-то кого-то любит, приводят к трагедии в книге Мартина, потому что любовь человека заставляет забыть его долг. Например, любовь Роба Старка и Джейн Вестерлинг, девочки из захудалого рода, приводят к тому, что Роб Старк изменяет своим договоренностям с Фрейми и гибнет. Трагедия – это запретная страсть близнецов Серсеи и Джайми. И напомню, что первоначальной причиной всех гражданских войн Вестерлса и краха дома Таргериенов – это тоже страсть. Страсть Регера Таргериена к Лиане Старк. И в этом смысле, конечно, один из самых больших проколов фильма, то, что они поддались голливудским штампам и изобразили лагерную проститутку Шей, влюбленную в Тирион и Ланастера. Потому что в книге Шей глупенькая, хитрая, пустоголовая шлюшка, которая играет на Тирионе, как на флейте, он ее любит, она его нет. И задним числом понятно, что до главной влюбленной пары для Дейенериса Джона Джордж Мартин не сделает исключение. С той только разницей, что Джон действительно образцовый герой. В отличие от Джайми, Тириона и Роба Старка, он не приносит свой долг в жертву любви. Он приносит любовь в жертву долгу. И, собственно, вот та самая любовь Дейенериса Джона, которая в любой другой книге была бы главным двигателем сюжета, и ради которой бы все затевалось у Мартина, лишь обстоятельства образа действия. Это то, что делает убийство Дейенерис трагедией. Это как если бы Брут не только убил Цезаря, но и любил его при этом. То есть что нам говорит Мартин, что нет прекрасного спасителя или спасительницы? А есть повседневная работа по прокладке канализации и восстановлению городских борделей. А спаситель, который хочет осчастливить человечество и сломать колесо, это Тиран. И, конечно, вот этого тройного преступления против идеалов феминизма, против идеи сломать колесо, и самое главное, против любимых сказочных концовок, требующих непременного брака героя и героини, половина публики Мартину не простит. Ну и ладно, а другая половина поймет, что эта книга действительно написана по совершенно другим потрясающим законам, что и делает ее, собственно, абсолютно гениальной книгой, абсолютно гениальной частью литературы 21-го столетия. Это была Юлия Латынина и Латынина ТВ. Не забывайте нас, подписывайтесь на нас и даже страшно сказать, ставьте нам лайки. Всего лучшего!